На календаре 8 декабря уже пятница и завтра в Якутске состоится день открытых дверей вместе ради детей. Более подробно об этом мероприятии сегодня нам расскажет исполняющий обязанности директора методического центра организации социального обслуживания, педагог-психолог Надежда Наговицына. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, что произойдет завтра, что за день такой открытых дверей? А завтра выходной день, это для нас очень важно, чтобы наши опекунские приемные семьи города Якутска, а также граждане и семьи, которые хотят взять ребенка на воспитание семью, пришли в наш центр и, как сказать, получили услуги и консультации. И завтра состоится день открытых дверей, наши двери открыты, и мы ждем всех наших семей. И в рамках дня открытых дверей какие-то мероприятия будут проходить еще? Да, день открытых дверей имеет большую программу, это информационные часы со специалистами органов опеки и попечительства города Якутска, это просмотры в виде паспортов детей, которые нуждаются в строительстве семью, это консультации психологов, юристов, которые в течение дня будут принимать наших опекунских и приемных семей, а также граждан, которые хотят взять ребенка на воспитание семью, это беседка с опытными приемными опекунскими семьями республики, это просмотр видеосеансов об истории приемных семей республики. В общем, будет очень-очень интересно. А где состоится это мероприятие? Это мероприятие состоится по адресу Федора Попова, 14, 6, на третьем этаже. Это здание школы третьего возраста. Веселый третий этаж будет открыт для наших посетителей. А вот вы наверняка знаете, да, сколько на сегодня в нашей республике приемных семей? Приемных семей, несмотря на тяжелую ситуацию в стране и вообще, да, у нас все равно рост растет. И я сейчас, конечно, не могу точные данные вам сказать, но более 200 семей, которые занимаются воспитанием, это только приемные семьи. У нас есть еще опекунские семьи, это семьи, которые тоже воспитывают детей. Их более трех тысяч семей, которые воспитывают около пяти тысяч детей. Из числа детей, сирот детей, а Саша, без попечения родителей. И кто может стать приемным родителем? Приемным родителем может стать человек, который по всем документам доказывает орган опеки и попечительства, что он имеет стабильность. Не только финансовую, но и жилищную, но и семейную, имеющую работу. Но прежде всего, это должен быть адекватный мотив принятия ребенка на воспитание семьи. А вот может ли, допустим, усыновить, удочерить ребенка человек, который не имеет мужа или жену, то есть один человек? У нас есть такие случаи, когда одна женщина сама создает приемную семью, или мужчина одинокий воспитывает детей. В принципе, это возможно. Главное, чтобы была территория большая, домашняя, так скажем, и финансовая стабильность, ну и, конечно же, психологический ресурс человека. А сколько можно иметь приемных детей? Приемных детей закон у нас устанавливает о том, что до восьми детей может воспитать приемная семья. Да, но на деле у нас выглядит так, что семьи настолько ресурсны и богаты внутренне, что они воспитывают очень-очень много детей. Я вчера вот слышала, к нам как раз приходили, да, вот по поводу приемных семей. Там одна женщина воспитала 23 ребенка из Алданского волоса как раз, просто колоссально. Да, есть такие семьи. А много ли желающих в нашей республике вот стать приемными родителями? Да, но большинство граждан, которые к нам обращаются, они, конечно, хотят больше взять ребенка на воспитание маленького возраста ребенка. Конечно, имея стереотипы, скорее всего, да, что с ребенком, с маленьким справиться легче. Это действительно есть такие факты, но у нас есть замечательные детишки. Это родные, братья и сестры, да, дети с особенностями здоровья, дети подросткового возраста, которые ничем не отличаются от обычных детей и очень хотят быть в семье. Я думаю, что во время дня открытых дверей будет также подниматься вопрос о проблемах, с которой могут столкнуться родители. Да, да. Завтра у нас день открытых дверей состоится с 10 часов до 5 часов. За это время они могут подойти и, конечно, прежде всего у нас будут задействованы психологи, да, и психологи детского дома Берегиня у нас будут задействованы, а также наши специалисты. И, естественно, если так говорить, какие проблемы часто встречаются в семье, это, конечно, прежде всего адаптация ребенка в семье, потому что для ребенка это непривычная ситуация. Это психологическая травма, которая обязательно имеет вместе в душе психики ребенка. Это и школьные проблемы могут встретиться, да. В общем, но все проблемы, они разрешаемы. И вы можете в этом помочь? Конечно. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, когда и во сколько, где, да, завтра состоится день открытых дверей. Завтра день открытых дверей вместе ради детей состоится на базе нашего центра. Это Федора Попова, 14-6, здание школы третьего возраста, 10 до 5 часов мы вас ждем. То есть любой человек или семья могут прийти в удобное для себя время. Абсолютно. В этот промежуток времени? Да, в этот промежуток времени. Очень хорошо, что такие мероприятия проводятся у нас в городе. В этом промежуток времени.